Всем привет, это Дима Баш, канал Speak to Bash. Сегодня у меня интервью очень крутым ДНБ-музыкантом Кирилл Вэйн. Смотрим. По дороге в магазин купился кассетку DroneBase. Дожить планируют, не знаю, ну до 80 хотелось бы. Спасибо ему как батю, просто он самый оптимальный для меня, это 175 ударов в минуту. Всем привет, меня зовут Кирилл Вэйн и это специальное интервью для блога Speak to Bash. С беспределом, да, есть такая история. Это всеми известный бывший клуб Пятница, далее клуб Баркот. Закрытие, что ли, этого клуба, когда ворвалась дикая банда ОМОНа, Костя Гвоздь перестал играть, так и не смог доиграть свой сет. Все очень долго находились в жестком смятении, никого не выпускали, всех досматривали. Не было такого количества там торчков, наркоманов, но тем не менее мы все испытывали очень неприятные такие ощущения. Ну, кто-то там мордой в пол полетел, кто-то нет. Кто-то очень писать хотел долго, и его не пускали. Очень много таких подобных историй можно рассказывать, но тем не менее, я думаю, все поняли. Вот я ездил в Пензу позапрошлому году вроде бы. Во-первых, мы очень много бухали. Это запомнилось, конечно, тем, что постоянно жестко себя чувствовал, просыпался с бадумища. Но в целом интересно было, как ребята проводят мероприятия. Значит, один танцпол находится в одном клубе, а другой как бы в центре города. В другом клубе. Так вот, соответственно, и народу больше на втором танцполе, а не на главном. То есть там, где играл я на главном, народу было меньше. Тусовка была до трех ночей, и потом все поехали туда, по второй типа. Вот, ну, такое сравнение для тех, кто ходит в данном мероприятии, я думаю, очень необычно, да, слышать? Совершенно разные клубы, даже не рядом находящиеся, в совершенно разных местах. Слушай, ну, очень приятно, ребята. Мне нравится то, что они все-таки продумывают каждый момент. Вот очень много комментариев неприятных мы читаем, но все это фигня, потому что ребята продумывают все эти моменты каждый раз. И каждый раз пытаются учитывать все ошибки. Это очень сложно, потому что народ разный, народ приходит новый. Ну, всем не угодишь. Но, тем не менее, ребята все-таки стараются, делают и декорации, и свет, и какие-то локальные зоны для фото, и мерч, и то есть несколько разных танцполов. Это интересный фестиваль, это не просто Drum'n'Base, да, какая-то вечеринка. Это тело-фест, то есть, ну, кто еще делает сейчас в нашем городе часто фесты? Я вижу, ну, очень часто только Time of Night, и я неоднократно работал с ребятами, там, помогал с монтажом, и выступал у них. Мне всегда у них очень нравится, я чувствую себя как дома. С очень странной историей я зашел в гости к другу, который приехал в Drum'n'Base вечеринки. Я был еще молодой, мне нельзя было ходить в клубы, меня бы не пустили. Я, соответственно, не прикалывался с такими приходами в клуб и уезжанием домой. Я просто зашел к другу после туса с утра, он выходит такой в наушничках, короче, такой на Drum'n'Base. И я такой, дай послушать, что там у тебя. И вот я воткнул в таком, такой, типа, о, нифига себе, типа, ну, надо что-нибудь такое прикупить, короче. И пошел сразу от него, там, все домой, и зашел по дороге в магазин, купил себе кассетку Drum'n'Base. Это был Winter Mix Феди Бумера, какой-то 2001 год, что ли. Короче, очень старый микс вообще. И вот я с этой кассетки просто поддалик вообще на Drum'n'Base. Начал постепенно пачить. Новая, новая, новая. И так на Багупа у меня были все, там, Костя 007, Топпер, ну, от Ганг куча этих кассет было. Настя и Бумер сам был, Тук, всякие разные, короче. Да, куча вот этих кассет, короче, потом диски всякие разные были. И в итоге я пришел в 2004 году к тому, что я купил себе виниловый проигрыватель и купил несколько первых пластинок у DJ Spasma, который, по-моему, тоже вот с ними играл, с дабастуток. Вот у него купил несколько пластинок и начал играть Drum'n'Base. К нам, по-моему, первый раз привозили в ОДБ, в город, в Drum'n'Base. Я купил билет, короче, себе и побежал просто офигел. Вот я с того момента решил, что я хочу тоже писать музло, именно писать, а не играть. Ну, то есть я стоял в конце, в самом конце где-то арены и смотрел просто на артиста. И понимал, что каждый артист приехал со своей музыкой. Он не просто там только хиты играет, он своего дофига играет. И вот это меня тоже зацепило, я понял, что вот я хочу Drum'n'Base писать музыку. Больше всех DJ Hidden и Switch Technique. Они повлияли именно своим темным стилем, своими сбивками, очень жирными басами. DJ Hidden привлекает своей чистотой, качеством звука. Плюс, спасибо ему как бате, просто он придумал вот этот стиль, кросс-дрит, это жанр музыки, смешивать хардкорн и Drum'n'Base. И, ну, у него это удается очень круто, у Switch Technique тоже. Вот, соответственно, за это. Ну, вот дело с Денисом, с Этоном, с Inner Poison и Бэкапом, с Гончарами, с французскими ребятами Iridium, с немецкими ребятами Cerberus, с ребятами с Prototypes. Сейчас тоже планируем с некоторыми чуваками снова сделать с новыми ребятами. Там есть такие парни, как Bestial, 666, Nagasaki. С ними планируем тоже коллапчики замутить. Ну, вот, я думаю, проект Хиддена, The Outside Agency, с ними хотел бы сделать Switch Technique, E-Dub, Igneon System, возможно, и, может быть, Sinister Souls, очень интересно было бы с ними сделать. Самый оптимальный для меня это 175 ударов в минуту. Это почти все мои треки. Я очень редко экспериментирую с скоростью чуть повыше, чуть пониже, и в основном это 175. Ну, во-первых, есть такая небольшая приколюха. Я, как и многие, кто играет в масках, фанат комиксов, фанат супергероев. И, ну, это интересная тема с маской, каким-то костюмом, мне показалось интересно. Плюс у меня есть коллега, всем известный The Satin, Денис. Вот, соответственно, человек играет в маске уже давно, и у него свой образ, своя музыка, и это очень интересно. Старался не связать образ, а сделать свой, соответственно. Маска, это не значит, что я взял с него, а в масках играет очень много артистов. Халлюцинейтеры, Зардоник, вот в Драмбейсе, да, пожалуйста. Есть очень известный Леша Иней, который добился очень многого в драмбейс-музыке. Ну, это наш артист, питерский именно, который добился в Европе и во всем мире признания большого количества артистов известных. И выпускается на Critical Music на очень крупном лейбле иностранном. Соответственно, тот же Сэтин, немножко не драмбейсовый, тоже, который заслужил. Это доски с дизайнами, которые я некоторые покупал, некоторые мне дарили. Я их несколько лет собирал, чтобы вот это собрать на стене. Просто крутые дизайны досок. Да, я катаюсь с 99-го года на скейтборде. До сих пор периодически бывает катаюсь, но редко. И уже не профессионально. Мне сейчас 34 года. Дожить планируют, не знаю, ну до 80-ти хотелось бы. Получится и выступать, если ноги мне и руки будут позволять это делать. Мне не покажется, ну, не знаю, вспышкин же фигачил до долгого времени. Ну, как она немножко все равно связана с музыкой. Это я ездил на фестиваль Moscow Madness в Москву. Моя подруга не взяла кроссовки с собой. И, соответственно, собралась танцевать. И вот это, дай кроссовки. Ну, я с пьяной едал кроссовки. И, наверное, полвечера я протусовался на Мэйне. Просто в носках по танцполу ходил. Немного странно проезжий артист и тусуется в носках. Я думаю, что не стоит лезть людям, которые не понимают вообще, что такое Drum'n'Bass, откуда он, и что такое музыка. Людям, не понимающих разницы между жанрами и не отличающих вообще музыку, качество музыки и стилистику. Вот таким людям не стоит лезть в музыку вообще. Ну, а стоит тем, кто этим занимается, все-таки продолжать то, что они делают. Потому что, ну, не будет культуры, если никто ничего не будет делать. И вот как раз стоит отметить круто, что в нашем городе есть разные артисты в разной сфере и с разными жанрами. Это не только нейрофанк или только джампап, или только мейнстрим, или только хардхор. Это все разное. В каждой сфере практически есть какой-то интересный артист. Ну, я надеюсь, если отменятся все-таки все запреты и повезут снова к нам артистов, то нас ожидают все-таки фестивали, снова возвращение в крупные фесты, в привозы. Ну, есть несколько идей и у меня, и, я думаю, у промо-групп на привозы и новые фесты, которые непривычные нам, но появляются новые площадки. Так что ждем. Я думаю, что будет очень мощный подъем. Мы все-таки такая рейв-столица. Я бы пожелал им просто все-таки крупных фестов и не ходить на маленькие локации, чтобы они видели эти маленькие мероприятия, но понимали, что все-таки фестиваль – это мощь. Фестиваль – это большое количество артистов и разные площадки. Ты можешь найти что-то для себя и на фестах, чтобы все-таки люди увидели вот эту старую атмосферу рейвов, чтобы мы все-таки тоже старались сделать для них не только музыкальную часть, но и световую, и шоу, и что-то такое. Ну, я думаю, что сейчас это либо проспектовские какие-то фестивали, проспект XL, либо это Мастерсов Хардкор. Ну, 2001-го года – это вот так, и, я думаю, еще без бороды, короче, без седины. А вот, как бы, вот это 21-й год уже. Да, вот такой вот обратный лоб. И вот 21-й год. Всем спасибо, что побывали у меня в студии. Подписывайтесь на канал Speak to Bash. С вами был Кирилл Уэйн. Пока!